В поселке Менигорького во время столкновения с машиной скорой помощи тяжелые травмы получил первоклассник, ехавшись с отцом на мопеде. Семилетний мальчик сразу после аварии попал в реанимацию. Удар бампером Газели вышиб обоих родственников из седла еще до того, как двухколесное транспортное средство оказалось под автомобилем. Отец и сын кубарем покатились по дороге. По свидетельству очевидцев, 50-летний мужчина тут же вскочил и кинулся к ребенку, который замер на асфальте без движения. Врач, находившийся в спецмашине, не успел даже толком осмотреть пострадавших, как ему на подмогу прибыла детская неотложка. Подстанция скорой помощи находится на той же улице, где произошло ДТП. Именно оттуда и стартовала Газель, которая сшибла родственников. Микроавтобус двигался по второстепенной дороге по улице Молодежной в направлении Горького. Водитель мопеда ехал на перерез виновнику аварии по улице энтузиастов со стороны Ломоносова. Отец пострадавшего имел в этом случае преимущество в движении, поскольку двигался по главной и выехал на нерегулируемый перекресток одновременно с Газелью. Тем не менее, шофера неотложки по-житейски оправдывали даже друзья, сидевшего за рулем мопеда. По их словам, выходило, что в момент аварии солнце светило ровно из-за спины мотолюбителя. Да, оно стояло как раз вот вдоль дороги в этот момент. И, соответственно, когда он выезжал, убедился, что слева помехи нету, рванул и не заметил, как мотик проскочил. У него получилось, как бы, видите, боковым зрением, что он мог не заметить мотика. Ребенка доставили во вторую краевую больницу. Первоклассники диагностированы травмы, опасные для жизни, среди которых ушиб головного мозга и контузия лобной доли. Отец ребенка не пострадал. Мужчина прошел тест на трезвость с нулевым результатом. Известно, что врач скорой помощи спешил на вызов, связанный с бытовой ситуацией. Бригада ехала на осмотр пациента, который травмировал руку. По словам очевидцев, маяки и сирены на микроавтобусе включены не были. С места происшествия Виталина Кондрахина, Михаил Сергеев и Денис Сазонкин.